Девушки отдыхают Решился. Стало интересно себя обследовать, протестировать. Я читал различную литературу, как дипломаты поступают перед тем, как идти на какой-то раут, где без алкоголя никак не обойтись. Что со мной будет, и как вообще мой организм будет реагировать, и как вообще мозг будет реагировать. Мне было это интересно. Юлия, Евгений и Михаил. Обычные люди, одни из нас. Пьют как все. Сегодня им придется пить ради науки. Под моим контролем и наблюдением. Вы должны обо всем рассказывать мне, обо всех своих изменениях самочувствия, ощущениях. Мы соблюли все необходимые условия, которые необходимы при проведении клинических испытаний с участием человека. Добровольцы были информированы о целях и задачах испытаний. Они подписали необходимую документацию. Ученые берут кровь для трех анализов. Генетического, чтобы проверить работу генов и ферментов. Биохимического, чтобы выяснить состояние внутренних органов. И анализ на наследственную предрасположенность к алкогольной зависимости. Всех участников также тестируют на скорость реакции, координацию, устойчивость и оперативную память. Чем быстрее вы работаете, тем лучше. Пожалуйста, внимание, сосредоточьтесь. Готов? Готов. Начинаем. Хорошо. Физическое состояние хорошее. Ограничений никаких для участия в испытаниях нет. В ближайшие три часа Юлия, Евгений и Михаил будут пить вино, виски и водку. Эксперимент начался. Перед вами кровь среднестатистического горожанина перед употреблением алкоголя. И эта кровь далеко не идеальна. Движение эритроцитов затруднено. Плазма зашлакована. Неблагополучная экология, неправильное питание, стрессы мегаполиса – все это плохо влияет на качество нашей крови. Человек принимает 100 граммов водки. Через несколько минут структура крови стала значительно лучше. Эритроциты очистились и начали двигаться свободнее. Увеличивается сосудистое русло. ускоряется ток крови, разжижается плазма. В какой-то мере активизируются ферментные системы и расклевываются эритроциты. Еще полчаса после приема алкоголя. И состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшие месивы из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца. Произошел так называемый гемолиз. То есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита. Тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще. Ну, никаким образом. Но человек уже не ощущает, что происходит с его кровью. Ему так хорошо. И с каждой рюмкой все лучше. Это связано прежде всего с токсическим воздействием алкоголя на головной мозг. Кровяные конки и склейки забивают тонкие сосуды мозга. Образуются тромбы, которые мешают доставке кислорода. Наступает тромбоз сосудов и гипоксия. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Он дуреет. Не пьянеет, а именно дуреет. Понимаете? Существуют тысячи разновидностей спиртных напитков с разным вкусом, запахом, крепостью. А механизм воздействия на мозг и кровь одинаковый для всех. Потому что основа у них одна и та же – этиловый спирт. На самом деле, неважно, какой напиток ты в конце концов пьешь, ты потребляешь этиловый спирт. И только его. А напиток – это форма, способ транспортировки этилового спирта в организм. Этиловый спирт или этанол в чистом виде – это яд общепоражающего действия. Он вызывает сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Этиловый спирт в организме человека не оставляет без внимания ни одного органа. А на каждый орган оказывает какое-то свое негативное влияние, которое не способствует его нормальному функционированию. Алкоголь еще в 1975 году был внесен в список наркотических веществ Всемирной организации здравоохранения. И наша страна является участником Организации Всемирной здравоохранения и, подписавшись под этим документом, признает алкоголь наркотическим веществом. Наркотическое и алкогольное опьянение – это, по сути, одно и то же. Искусственно вызванная эйфория. Благодушное, приподнято-радостное настроение, никак не связанное с реальностью. Длится алкогольная эйфория от получаса до двух часов. Алкогольная эйфория наступила у всех участников эксперимента. Алкоголь блокирует лобные доли головного мозга, которые отвечают за самокритику и самоконтроль. Вы видите, они вот тянутся к женщине, ее пытаются обнять и совершают, в общем, те действия, которые они бы не совершали в более трезвом состоянии. Резко меняется самооценка, становится чрезвычайно завыженной. Человек в таком состоянии уверен – он красивый, привлекательный, остроумный. Женя, Женя, Женечка! За эйфорию человек расплачивается в первую очередь здоровьем собственного мозга. Эксперимент удался. Длительная гипоксия приводит к тому, что нейроны начинают в массовом порядке отмирать. Эффект алкогольного пенения возникает за счет того, что происходит разрушение клеток головного мозга. И, соответственно, вот некое состояние, такой сравнимый с травматическим неким воздействием на головной мозг, ну, как после нокдауна или после нокаута. Нас насторожило то, с какой интенсивностью она выпила этот предложенный алкоголь. Вот потеря дозового контроля – очень грозный симптом. Его можно увидеть у очень многих людей. Никто напиваться не хочет. Все хотят выпить умеренно. Но вдруг появляется то, что ты незаметно для себя выпил гораздо больше, чем ты хотел выпить. Обычно этот симптом проявляется у людей, которые пьют регулярно 2-3 года. Участница эксперимента Юлия, по собственному признанию, пьет редко. Это доказал тот факт, что у девушки сработал рвотный рефлекс. Потеря защитных рефлексов – важный признак зарождающейся алкогольной зависимости. Но почему малопьющая Юля не смогла себя контролировать? Разгадка в ее наследственности. Юлия склонна к алкогольной зависимости с рождения. Это роковое наследство от пьющих родителей. Отец сейчас более-менее, но мама очень сильно стала пить. Если кто-то из родителей, бабушек, дедушек пили – вы в зоне риска. Пьющие губят не только свою жизнь, но и генный материал, который передают потомкам. И у нас, к сожалению, в силу какой-то изменений в генофонде, вот сейчас уже очень большое количество детей рождается с предрасположенностью к алкогольной зависимости. Доказано, если первое поколение употребляющих водку спивается примерно за 10 лет, то второе – за 5. А третье – за 3 года. Однако это не значит, что виски и коньяк безопасны. Любители этих напитков очень быстро становятся пациентами нейрохирургов и кардиологов. У них за 2-3 года развивается артериальная гипертония, алкогольная болезнь сердца, нейропатия и нарушение мозгового кровообращения. Но на наши гены повлияли не только крепкие напитки. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. У россиян был обнаружен так называемый азиатский ген. Этим термином называют целый набор генов, при котором человек плохо переносит или совсем не переносит алкоголь. По сути дела, малейшая доза алкоголя у таких людей вызывает не опьянение, а жесточайшее отравление. Вот почему алкоголем были уничтожены идейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Распространенность этих генов российской популяции четко отражает наше срединное промежуточное географическое положение между Азией и Западной Европой. Вот только тип употребления спиртного у нас не промежуточный. Пьем мы гораздо больше жителей Азии и Европы вместе взятых. Согласно официальной статистике, в России на человека приходится 18 литров спирта в год. Независимые эксперты утверждают – все 30. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 8 литров алкоголя на душу населения начинается необратимое угасание этноса. Сегодня в России спивается титульная нация. Титульная нация. Русское население. Готовы результаты генетического анализа участников эксперимента. Азиатский ген выявлен у Евгения. У азиатского гена есть внешние проявления. Такие люди, как правило, напившись, ведут себя агрессивно. Даже от рюмки водки они возбуждаются и долго не могут успокоиться. Мы видим, что у Жени четко проявились агрессивные черты характера. Жать мне куда? Вот тебе мышку. Заткни с дрянь. Он пытается всем навязать свое мнение, вплоть до того, что даже пытается применять какие-то методы физического воздействия. Женя, вообще у него крышу снесло такое ощущение. Вот это я помню, как он себя вел неадекватно. Биохимический анализ крови Евгения выявил проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и сердцем. Врачи обнаружили первые симптомы алкогольного заболевания. Почти ничего не помню, что было. Выпадение из памяти является таким очень настораживающим и угрожающим симптомом, который характеризует то, что человек уже перешел из просто состояния некого пьянства в состояние уже болезненное. А именно выпадение из памяти является симптомом уже алкоголизма и характеризует начальные стадии этого заболевания. Вывод ученых однозначен. Алкоголь для Евгения противопоказан даже в малых дозах. Концентрация алкоголя в крови достигла максимальной отметки. Буйное оживление сменилось тяжелой усталостью – истощением организма. Участники эксперимента больше не пьют, но опьянение нарастает. Профессор, давай идут в трубку уже! Юля, Евгений и Михаил снова проходят тесты на внимание, на память, на скорость реакции. Результаты тестов у всех наших подопечных, у всех наших испытуемых сугубо отрицательные. Помню, что надо было запомнить несколько ноликов, квадратиков, как они были, в какой последовательности. Я помню, смотрю, и хочется запомнить, и не запоминается. Результаты тестов не пугают, потому что кажутся временными. Протрезвею, и все пройдет – это главный миф, связанный с алкоголем. Но изменения, вызванные спиртными напитками, являются необратимыми. Так выглядит мозг человека, который систематически пил 10 лет. Врачи называют его мозг «сморщина». Он колоссально уменьшен в объеме, в нем выпадают целые фрагменты. За время нашего эксперимента в головном мозгу Юлии, Евгении и Михаила от алкоголя погибло несколько тысяч нейронов. Во время следующего застолья погибнет еще столько же. А вместе с ними уйдут память, интеллект, эмоции. Погибшие нейроны не восстанавливаются. Участники эксперимента отправились домой, спать. Но эксперимент еще не закончен. Ближайшие сутки самые тяжелые для организма. Ему предстоит переработать ядовитые продукты распада алкоголя. Например, ацетальдегид. Вспомните дух перегара от выпившего человека. Это запах ацетальдегида. Он начинает выделяться уже во рту, как только спиртное соприкасается со слизистой. Больше всего его образуется в печени. Ацетальдегид – это высокотоксичный яд. Ацетальдегид разжижает защитную оболочку клетки и проникает внутрь клеточных мембран. Нарушаются обменные процессы. Потому что он внедряется в клетку, он попадает в ядро клетки, он попадает на ДНК и начинает вызывать изменения в ДНК клеток. Результат – появление атипичных клеток в организме, опухолевых клеток. В 2008 году американские онкологи установили, что рак поджелудочной железы вызывает напиток, который многие и алкоголем-то не считают. Это пиво. Пиво, наверное, уже кто-то возвел в ранг безалкогольных напитков и пьют совершенно спокойно, как жидкость для утоления жажды. Одна бутылка светлого пива – это 50 грамм водки. Две бутылки пива – это полстакана водки. Это сердце здорового человека. В норме оно весит 200-300 граммов. А вот это у меня в руках нормальное мужское сердце, как я сказал, и уже сердце человека, длительно и много потреблявшего алкоголь. Это огромное сердце, его иногда называют бычьим сердцем. При этом, как патология, этот процесс называется алкогольная кардиомиопатия. Сердце увеличивается в размерах, перестает эффективно сокращаться. На этом фоне появляются отеки. Но в действительности сам по себе алкоголь не просто вызывает заболевания, он изменяет физиологию всего организма. Доказано, среди мужчин, систематически употребляющих алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания встречаются в 22 раза чаще, чем у непьющих людей. Если водочные алкоголики – это, прежде всего, пациенты, врачи и психиатров, то пивные алкоголики обращаются, прежде всего, к врачам внутренних болезней по поводу разного рода внутренних болячек. Возможно, в этом виноват один из компонентов пива – хмель. Хмель придает напитку специфический горьковатый привкус. А еще содержит фитоэстрогены – растительный аналог гормона эстрогена. Эстроген – женский половой гормон. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 миллиграмма эстрогена. Половина – крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше – до 36 миллиграммов. От переизбытка этого гормона у женщины начинаются тяжелые эндокринные нарушения, резко меняется поведение. Пиво, по мнению ученых, одна из причин бесплодия. У мужчин пивной фитоэстроген подавляет выработку тестостерона. Начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот, набухают грудные железы. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса резко снижается. С виду пока мужчина, а биологически уже наполовину женщина. У него пропадает мужество в характере. Он все боится, опасается. У него пропадает интерес к женщинам. 15-17 лет попил пиво. Обеспечена им потенция. По мнению наркологов, именно пиво становится стартовой площадкой на пути к болезненной зависимости от алкоголя. Рано утром испытуемых снова привозят в лабораторию. На утро в 6 утра я проснулся. Сушняк, конечно, во рту. Кефиру, наверное, пол-литра выпил. У меня очень болит горло. Такое ощущение, что я орала, я кричала, я пела. Вот такое ощущение. Что рассказывать? Тяжко мне после вчерашнего. Проснулся, покряхтел, выпил водички литра два с половиной. Головная боль, ломота в суставах и желание пить – следствие алкогольного обезвоживания организма. Чтобы вывести ядовитые продукты распада этилового спирта, печени нужны не только специальные ферменты, но и много воды. Поэтому она вытягивает влагу из других органов. Психофизическое состояние человека наутро после употребления спиртного – это состояние больного после тяжелого отравления. Во-первых, повышенная частота сердечных сокращений. Во-вторых, экстрасистолия. В-третьих, повышенное артериальное давление. В-четвертых, так скажем, неважное самочувствие, сознание и так далее. На этом фоне все что угодно может произойти. Инсульты, инфаркты, обострение всех хронических заболеваний. В трезвом состоянии, когда мозг не парализован алкогольной эйфорией, организм подает нам тревожные сигналы. Но мы, как правило, связываем их с чем угодно, только не с алкоголем. Человек ощущает у него, например, тяжесть за грудиной, какие-то покалывания или нарушение ритма. Человек начинает ощущать сердцебиение или его неравномерные биения. Ну, кто из нас на это внимание обращает? Да? Никто. Приборы уже не фиксируют наличие алкоголя. Но это не означает, что с организмом все нормально. Ученые снова тестируют Юлию, Евгения и Михаила. Согласно тестам, быстрота реакции у Юлии и Михаила снизилась на 50%. У Евгения на 70%. Стали значительно хуже памяти координации. И вот, кстати, многие садятся за руль утром в таком состоянии. Хотя алкоголя в крови нет, они не подозревают, что в состоянии похмелья риск, скажем, попасть в ДТП или риск наехать на столб или на пешеходу практически равен тому риску, который имеется в состоянии алкогольного опьянения. Чем чаще человек устраивает себе алкогольные встряски, тем быстрее организм перестает защищаться. Он начинает принимать алкогольный яд как главный источник питания. Человек превращается в алкоголика, а его похмелье в тяжелое физическое и психическое расстройство – абстинентный синдром. То есть это тогда, когда твой организм без алкоголя не хочет существовать, у него отняли это топливо замечательное, и он бунтует. Вот это вот похмельный или абстинентный синдром. Абстинентный синдром на крысах моделируют в Национальном научном центре наркологии. Животным в качестве единственного источника жидкости дают водку. Спиртное крысы получают каждые 12 часов. Они должны быть постоянно пьяными. Опьянение у крысы проявляется примерно так же, как у людей. Затем крысам прекращают давать водку. Когда алкоголь выводится из крови, у животных начинается тяжелейшее похмелье. Крыс трясет мелкой дрожью, глаза наливаются кровью, их раздражают любые звуки. Мышцы напряжены, как камень. Животные замирают в одной позе и стоят так часами. Высшая степень проявления абстинентного синдрома – это судороги. В белой горячке, в состоянии тяжелого похмелья у людей, они тоже наблюдаются. Это очень тяжелое состояние. И не так легко их вывести человека из этого состояния. И при этом иногда может наблюдаться смерть. Так же и у крыс. Вывести из состояния абстиненции крыс удается только на седьмые сутки. А иногда не удается вовсе. Из десяти подопытных животных четверо погибли. Безумно жаль этих животных. Но человека еще жальче. Поэтому приходится работать на животных. И мы видим, как они страдают, конечно. А человека жаль многократно больше. Потому что заболевание, конечно, очень тяжелое. В бытовом представлении алкоголики – это социальные личности, потерявшие человеческий опыт. На самом деле, современный алкоголик может скрываться за безупречным фасадом, носить хороший костюм, успешно работать. И еще. Он очень молод. Тридцать три. Это вот такой средний возраст, в котором люди обращаются за помощью к наркологу, имея уже вторую стадию заболевания. Путь от успешного человека до спившегося бомжа значительно короче, чем мы привыкли считать. Чтобы превратиться в такого же, мужчине достаточно пяти, максимум семи лет. Женщине – два-три года. Участники нашего эксперимента, здоровые и крепкие с виду, бьют по российским меркам мало. Никому в голову не приходилось считать их находящимися в группе риска. Эксперимент со спиртным начинался для них как забавное приключение, а закончился неутешительными выводами ученых. И Евгению, и Юлии, и Михаилу алкоголь из жизни необходимо исключить. Я теперь, я понимаю, что вот мне это не нужно и вообще. Поэтому я обязательно на себя посмотрю, ну, со стороны посмотрю. Я понимаю, мне будет страшно и стыдно, но это нужно сделать, чтобы понять. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь как причина смерти занимает в мире третье место после рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и к раку, и к болезням сердца спиртное имеет самое прямое отношение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok